Приветствую вас, Виктор. Я думаю, что вы, задавая свой вопрос, конечно, ставите специалистов перед выбором, да, то есть либо исходить из той точки зрения, что вы устраиваете отношения какие-то такие заранее бесплатные, перспективные, да, с точки зрения, ну, с точки зрения, там, создания семьи, с точки зрения ответственности, вот, за эти отношения. С другой стороны, да, и с точки зрения того, что на это есть причины, например, ваши страхи, ваш негативный опыт какой-то, вот, и, соответственно, работать с этим, либо немножко в другом двигаться направлении, это направление принятия той реальности, в которой вы существуете сейчас, по факту, и исходить из этого. Но в таком случае, если мы исходим из этого, не очень понятен смысл вашего вопроса, потому что вы говорите, посоветуйте, что делать, оставить все как есть, или, там, менять свою тактику поведения. При том, что ваша тактика поведения, которая была до этого, в общем-то, неплохо работала. Мужчина зажмут, мужчина пассивен, мужчина, ну, как вы говорите, достаточно скромен и всякое такое, значит, то, что вы делали, прекрасно срабатывало. А именно, проявили инициативу, секс без обязательств, все в порядке. Как бы, здесь проблем нет. Поэтому при ваших целях вам достаточно просто делать то, что вы делали до этого, и все. Но, повторюсь, здесь важно определиться с тем, что вы хотите, и что для вас приемлемо. И самое главное, что вы будете делать, если вам захочется большего. Это вот очень важный момент. Нет, я ничего не имею против того, чтобы вы выстраивали такие вот свободные отношения, выстраивайте на здоровье. Дело здесь в другом. Дело здесь в том, что... Насколько это вас удовлетворит и устроит. Ведь мужчина не поменяется, он таким и будет. И да, одно дело, если вы его принимаете таким, как он есть, действительно. И совсем другое дело, если вы надеетесь на его изменения. Вот если вы действительно его принимаете таким, как он есть, и не надеетесь на перемены, ну, вам нужно просто продвигать ту же модель поведения, что вы продвигали до этого, и все, проблем никаких не будет. Но если вы сомневаетесь в этом, если вы надеетесь на то, что он изменится, то, наверное, все-таки лучше оставить все, как есть. Или, по крайней мере, хотя бы продемонстрировать мужчине, что, ну, с его стороны тоже должны быть какие-то действия, и с его стороны тоже должна быть какая-то инициатива, если это укладывается в ваши ценности, и чтобы была какая-то ответственность. Потому что вести себя, как ни в чем не бывало после того, как он с вами провел ночь, ну, в какой-то степени, мне кажется, это не серьезно. Ну, я могу сказать же, что и с вашей стороны тоже несколько проблематично выглядит взаимодействие с личной ответственностью, потому что вы говорите, что после корпоратива, по его инициативе, значит, произошла интимная, как бы, связь. Ну, может быть, и при его инициативе, но если бы не хотели, ничего бы не было, поэтому инициатива здесь взаимная, и ответственность на себя вам тоже нужно взять. Ну, получается, что то ваша ответственность только, то его. Ну, ни в том, ни в другом случае, это не является отражением действительности, объективной действительности. Поэтому тут нужно четко для себя вот понимать, четко-четко-четко понимать для себя эти моменты. Вот. А мне видится такой аспект, такой момент, и на мой взгляд, как бы, это все-таки очень важно. Вот. Вы говорите, что мне хотелось бы дружить и интимные связи. То есть, очень хорошо. В таком случае, я думаю, что ваше поведение идеально для этого подходит. А в общем, ничего мне отменяют. Другое дело, если вы хотите обеспечить себе постоянное нахождение человека у вас в доступе. Здесь могут быть проблемы. Если человек замкнут, то вы можете не знать, чего он хочет. И вы можете его чем-то обидеть. Вот, условно, человек может, человеку может что-то не понравиться, он может, не сказав ни слова, просто перестать с вами общаться. Например. Если это замкнутый человек. Как бы, есть некоторые специфичные моменты у людей закрытого типа. В частности, такие, что они склонны к манипуляции. Ну, потому что это определенный тип такой. Он манипулирует. Нет, не специально, нет, нет, не специально никаких злобных планов у таких людей нет. Не надо думать. Вот, все, что это искренне. И, как бы, искренние обиды, искренние, вот, какие-то обвинения, искреннее, искреннее негодование, искреннее подавление всего этого. Все искренне. Все абсолютно искренне, без какого-либо злого умысла. Ну, нужно понимать, что просто таких людей, вот, принято называть сложным. Вот, это, что называется, вот, сложный человек. Сложный, это закрытый. Закрытый человек, который достаточно непредсказуемый. Достаточно непонятный. Вот, такой человек, может, молча, там, да и так далее, да и так далее, да и так далее. Вот, я не пытаюсь сейчас как-то его демонизировать или он говорить, а просто хочу, чтобы вы, наверное, понимали всю, ну, всю картину, целиком, понимали, как бы, на что вы идете, идете. Вот. А что будет, если этот человек вас случайно увидит, там, с другим мужчиной, и, как бы, вы не сможете ему, например, объяснить, что между вами и другим мужчиной, там, ничего не было. И, что, как бы, повода для ревности нет, вы не сможете это объяснить человеку, понимаете. Вот. Поэтому, опять же, вы будете выступать в роли ресурсов в таких отношениях. И, это довольно тяжело. Кроме того, на мой взгляд, несколько сомнительно, несколько сомнительно выглядит то, что вы хотите дружить и спать вместе. Потому что дружба, это все-таки не интимная связь. Нельзя, наверное, дружить и спать вместе. Потому что, если люди спят, это уже не друзья. Это любовники, может быть. Это просто сексуальные партнеры, но не друзья, вот, на мой взгляд, нет, безусловно, бывают, бывают, бывают случаи, когда секс по дружбе, бывает, это бывает, я не отрицаю полностью это, нужно понимать когда, такое может быть, да, такое может быть, когда люди трусят, трусят много-много лет, у них есть много, общего, вот, у них именно, что дружба, никаких, как бы, чувств нет друг к другу, вот, и так вышло, что вот оба они оказались там, в ситуации, когда, грубо говоря, оба их не оказалось партнеров, к примеру, вот в этом случае, да, они могут происходить, я уверен, что, ну, тут наименьшая, наименьшая вероятность, что это перейдёт, перейдёт на какой-то более высокий уровень, хотя и здесь, тоже есть такая возможность, что говорить, в вашем случае, когда у вас нет многолетнего опыта, трущбы за плечами, вот, вот, как бы, то, что я могу вам сказать, поэтому, мне кажется, что, вот, у вас есть какая-то проблема, немножко, с личной ответственностью за то, что вы хотите, да, есть, какая-то, какие-то, вот, какая-то тревожность, страх есть, возможно, вот, и, в общем-то, ваш партнёр, он достаточно хорошо, вот, отражает, достаточно хорошо показывает, какие у вас проблемы, вот, и, собственно, на мой взгляд, ну, именно в этом направлении вам нужно двигаться, на мой взгляд, мне так кажется, по моему мнению, вот, а дальше все будет видно, вероятно, 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 нет, имеет смысл все карты выложить перед мужчиной, потому что, опять же, такие люди достаточно ценят искренность, но, может, может испугаться этой самой искренней искренности, понимаете, какая штука, то, опять же, нужно посмотреть, насколько, вот, можно эту искренность выразить, да, именно, вот, по отношению к вашему человеку, ну, к вашему партнёру, вот, что будет, если, например, он вам откажет, да, то тоже нужно подумать, вот, я выскажу ему, выражу ему свои желания, а он откажет, что я буду делать в этом случае, как я буду себя чувствовать, то тоже нужно, нужно подумать, но, вот, оптимальный вариант, который вы можете выбрать для себя в качестве поведения, это просто довериться себе, точнее, точнее, посмотреть, что стоит на пути к тому, чтобы себе доверять, чтобы, вот, придерживаться, как раз таки, такого, вот, естественного, аутентичного, спонтанного поведения, захотела, сделала, не захотела, не сделала, захотела, там, не знаю, увидеться, просто, взяла, позвала, увидела, и всё, ну, не, там, допустим, просить помощи человека, что возникает, ну, что может привести к чувству, что использует, да, человека, а именно, вот, просто, как бы, сразу к сути приходить, вот это вот умение сразу приходить к сути, да, к сути того, что я хочу, это вот очень важно, да, это, может быть, не всем людям подходит, но, как бы, здесь важна форма, 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 именно, вот, приемлемая для человека, потому что, ну, понятно, все люди разные, вот, но главное, не обманываться и ставить себе адекватные задачи, на мой взгляд, задача дружить и спать вместе, это не совсем адекватная задача, ну, потому что она слабо выполнена, вот, в тех реалиях, которые вы озвучили, к сожалению. На этом всё, я надеюсь, что мой ответ вам помог, был полезен, я вам желаю всего самого доброго, и дальше, надеюсь, что ситуация будет превращена.